Полностью идеально было. Только что было все идеально, но не сейчас. О боже, ребят, ребят меня раздели. Это что еще такое? И правда осознаю то, что ну где-то здесь возможно есть мои подписчики. Всем привет! Вы на канале Крошки Евы. И я тут сегодня пришла в тавр, но знаете, меня почему-то не покидает такое ощущение, что за мной кто-то следит. На самом деле в этом тавре никого нет. Я на приватке, ребят, никого. Вот я одна. Но у меня есть ощущение, что кто-то все-таки видит, что у меня тут происходит, на каком я уровне и вообще ну что я делаю. Вот прямо сейчас. Конечно, возможно это прямо сейчас вы смотрите и у меня есть ощущение, что вы за мной следите. Но пока еще это видео не вышло, но пока я его сейчас записываю, то меня все равно просто не покидает это ощущение, что есть вот кто-то, кто видит все, что со мной происходит. Знаете, очень странное такое некомфортное ощущение. И я вот даже не знаю оставаться мне на приватке или идти прямо на общий сервер. Может мне там полегчает. Вот прям, ну, честно говоря, даже не знаю. Ребят, ммм, что-то я засмотрелась, задумалась и, короче, убила все в сетяшку. Вы знаете, наверное, пойду на общий сервер. Может там найду того, кто за мной следит. О боже, ребят. Ребята меня раздели. Это что еще такое? Так, ну, мне не нравится совершенно. За мной кто-то следит, и я еще и без одежды. Это совсем мне не подходит. Мне не нравится. Так, интересно, если я умру в сетяшку, то я буду, ну, более-менее жить. Точнее, буду в одежде. Слушайте, очень странно, почему я тут в таком... В чем мама родила? Вот, да, вот, и это как-то некомфортно мне себя видеть. Прям вот совершенно. Давайте убьемся, посмотрим. Надеюсь, у меня одежда появится. Что? Ребят. Так, ну, я на это совершенно не рассчитывала. Интересно, у этого кокосика видно мою одежду? Давайте ей напишем. Ребят, я пока писала. У меня появилась одежда какая-то не моя. И это что за приколы? Так, мне ответила кокосик, нет, не видно. Знаете, такое было с Ульяной, когда ее одежду просто удалили из роблокса. Так, кажется, я уже забыла, что за мной следят. И, кажется, а может они следят. И знаю, что я прямо сейчас записываю видео, и они потихонечку убирают одежду. Пойдемте еще раз убьемся, может у меня что-то прогрузится, может у меня что-то все очень плохо не догрузилось. Честно говоря, я себя сейчас чувствую каким-то, не знаю, как будто я пошла в спортзал или в бассейн какой-то. Слушайте, ну что это за жесть такая? Так, слушайте, мне некомфортно, за мной следят, забрали одежду. Да это что такое? Так, ну мне кажется, надо отвлечься, просто отдохнуть, пройти тавер, но это не отдых, наверное. Слушайте, а уровня этого, кажется, не было, я его не помню. Давайте забудем, что за мной кто-то следит. И вообще, ну, я разделяю. Ребят, мне так неловко это говорить, потому что мне никогда такого не происходило, надеюсь, не произойдет, но сейчас это происходит. Очень странно, что это случилось именно со мной, а не с кем-то другим на сервере. Ну, если пропросту просто представить, что это лагает тавер, например. Ну, короче, не очень понятная ситуация, почему так происходит, но пока что я побуду пловцом или каким-нибудь там спортсменом, который просто бежит проходить тавер. Ого, господи, я этот уровень тоже не помню. Нет, это же сложный уровень. Ооо, там что-то сейчас ребята попадали, и мне это совершенно не нравится. Так, опять я голая, опять у меня нет одежды, не знаю, пойдемте в прутавру, может там она наденется. Ребята! Ура, ура, ура. Просто не знаю, насколько мне радоваться, но фух, мне прям полегчало. Но все равно есть такое состояние не очень комфортное. Так, тут опять этот зеленый уровень, слушайте, но кажется, просто кто-то реально за мной подглядывает. Тут такой, ага, я уже проходила этот зеленый уровень, давайте еще раз его тут поставим, чтобы она так почувствовала себя неловко. Господи, думала, тот же и синий уровень. Вот это вот прям действительно неловко было. Ой, не знаю, ребят, может это, конечно, уже просто со временем такое вот проявляется, когда, ну, много подписчиков, популярная личность, что за тобой постоянно все следят. Господи, как вовремя купили, или даже не вовремя купили прыжочек. Вот, и поэтому есть такое ощущение, что вот за тобой подглядывают. Вообще, не знаю, может, не только у меня такое бывает. Господи, не боже. Так, ладно. О, смотрите, и число такое, три шестерочки. Так, покупаю антисветяшку, потому что точно не пройду этот уровень без помощи ее. Ммм, кстати, а с прыжком-то неплохо проходится. Но я думаю, я, о господи, 7 сделала полегче и, слушайте, ну, очень странный уровень. Ого. Но, честно говоря, ожидала, что он будет намного сложнее. Слушайте, ребят, а я же поняла сейчас, что я не покупала даже себе пружинку. Я настолько с ней привыкла ходить, что сейчас просто, ну, кажется, непривычно то, что у меня ее нету. Так, а ну-ка, смогу ли я сюда запрыгнуть? О, тихо, 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 тихо. Господи, как же хорошо, что я так недалеко упала. А еще, правда, меня спасла антисветяшка, иначе я бы реально приземлилась где-то на эту светяшку, и все. И нету Евы. Знаете, мне иногда кажется, что у меня начинает немножечко крыша ехать. Ну, вот, постоянно разговариваешь сама с собой, когда записываешь соло. Это ведь действительно, ребят, если посмотреть со стороны, это же получается, что я болтаю 20 или 25 минут, где-то так примерно. Сама с собой. Играю, просто прохожу, все спокойненько, я сказала, спокойненько. Фуф. И вот просто разговариваю. Ни с кем. Нет, конечно, с вами, вы меня простите, но просто пока что вы не увидели это видео, и я поэтому разговариваю сама с собой. Это довольно-таки странно, и все-таки сколько раз я уже повторяла, меня не покидает ощущение, как будто за мной следят. Не знаю, может, у вас тоже такое было, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, что, ну, было ли такое, что за вами кто-то следил, или действительно следил, или вам просто казалось, не знаю. Ну, это немножко странно, но вот просто почему-то есть такое странное ощущение у меня. Ой, что я иду? Как будто вот прям захотелось пойти ускорить. Знаете, это как будто голос выше. Он мне говорит, и я просто даже не осознаю это, и иду стараясь ускорить. Но я же так никогда не делаю, ребят, но это некрасиво. Кстати, если вы могли заметить, у меня тут нолик с шестерочкой поменялись местами, и почти те же самые три шестерки остались, только не подряд. Ну ладно, я думаю, что можно, в принципе, спрыгивать с Тавера и идти в новый. Ребят, но мне кажется, за мной явно кто-то следит. Смотрите, опять этот зеленый уровень. Ооо, было больно. И я хочу попробовать пройти самостоятельно, без всяких улучшений. Ну, то есть, без прыжочка, как было, и без антисветяшки. Но, похоже, это будет сложно. Ребят, совсем чуть-чуть не допрыгнула. Ну, давайте, ну получится же у меня. Ева, давай, у тебя все, все выйдет. Так, опять я с собой, кажется, разговариваю. Господи, что же происходит-то со мной? Боже мой, запрыгнуть просто не могу. Так, ну чуть-чуть, чуть-чуть оставалась же. Ну, господи, пяточками задела. А вы посмотрите, все на этом уровне просто застревают. Это кошмар. Ооо, ребят, у меня получилось. Так, секунду, передохнем. Осознаем, что мы прошли половину. И дальше точно нельзя умирать. Ну, половину не тавора, к сожалению, а только уровня. Поэтому, фууу, смотрите, я молодец. Да, никто... Нееет. Хотел сказать... Чего? Ребят, тут у парня еда на голове. Что? Короче, я тут мимо проходила, него он меня перебил на самом деле. Я хотела сказать, что сама себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Вот, да. А потом я заметила, что у него есть что-то съедобное. Поэтому вот все внимание на него переключилось. Ну, конечно, все же знают, что я люблю покушать. И те, кто за мной сейчас следит, тоже знают это. И кажется, они подослали специально этого парня, чтобы я просто отвлеклась на него и умерла. Или, не знаю, просто не могла говорить, ребят, простите, но... Боже! А вот теперь упала. А у меня на самом деле полный рот слюней, потому что я реально очень голодная. Вы не представляете даже насколько. Я сегодня совсем чуть покушала. Ну и, кажется, у тех, кто пытался это сделать, все получилось. Слушайте, ну не могла же я расслабиться настолько, что не могу пройти протабр самостоятельно, без пружинок и всяких улучшений. Так, Ева, давай, все получится. Опять я с собой разговариваю. Ну, давай, ну все хорошо будет, но ты лучше с собой не говори. Фух, чуть не упала там и не задела. О, какой отличный уровень. Вы знаете, насчет того, что за мной кто-то подглядывает, не хочу шутить. Вот действительно бывают такие моменты, когда хожу где-то в торговом центре или по улице. И, правда, осознаю то, что, ну, где-то здесь, возможно, есть мои подписчики. Это очень неловко. Но мне просто кажется, что иногда я просто могу находиться среди вас, и никто об этом не знает. Ни вы, ни я, что на самом деле вы это вы, а я это я. Да, немножко так завалировано, но это правда. Немножко есть такое вот странное состояние, что за мной вы следите иногда. Да, бывает такое, ну вот, что поделать. Мне кажется, и это проблемы популярных людей. Кстати, еще про ощущения. Вот, не знаю, может, у кого было, можете, кстати, тоже написать в комментарии, интересно будет почитать. Но у меня было такое частое ощущение, ну, конечно, оно не часто, оно довольно редко, но оно все-таки присутствует. Что, например, там, я где-то иду, там, по улице или еще что-то, и я чувствую себя совершенно просто безумно комфортно. То есть, знаете, вот, когда одежда тебе не давит, обувь не натирает, вы идеально сыты, там, ну, не знаю, все, отличный день, все устраивает вас, то есть, все идет так, как должно быть просто в идеальном мире. Ну, и я просто не знаю, я такие моменты очень сильно теряюсь и понимаю, что какой-то подвох. Вот, серьезно, не может такого быть, что все было хорошо. То есть, ну, прям вот совсем все полностью идеально было. Только что было все идеально, но не сейчас. Вы посмотрите, вы посмотрите, я почти дошла. Уууу, оставалось полтора уровня. Но меня кто-то скинул, или я сама скинулась. Ну, короче, ребят, вряд ли за минуту успею дойти. Ну, конечно, я же тут уже разваливаюсь. Короче, давайте продолжим разговаривать про странные ощущения. Хотя, вы знаете, оно, ну, совершенно не странное. Оно, чья-то рука, даже, ну, приятное такое, хорошее, но... Да, оно немножко есть странное, потому что не может быть все так отлично, так идеально. Опять чья-то рука, да вы посмотрите, она меня отвлекает. Так, о чем я говорила, господи, эти руки просто тоже, кажется, за мной следят. Ну, короче, если у вас было такое ощущение, что, ну, все просто очень хорошо, то тоже напишите в комментариях, поделитесь, может, я не одна такая. Но мне всегда кажется, что вот если у тебя такое ощущение, что все хорошо и все отлично, все супер, одежда не давит, там вы сыты, прекрасная погода, прекрасное настроение, то сейчас случится что-то плохое. Вот серьезно, вот сто процентов. Хотя у меня никогда не было такого, чтобы что-то плохое случалось именно тогда, когда вот было все просто прекрасно. Вот как, например... О, сейчас вы видели, видели? Там очень классное место для пряток, ребят, вау. Так, секундочку, это надо проверить. Так, и... Вау, вы посмотрите. Никто даже не задумается сюда зайти, ну, почти. Слушайте, ну, очень прикольно, мне здесь нравится. Да, тут, кажется, уже очень популярное место стало, потому что ребята все-таки заходят и понимают, что туда можно попасть. Но для пряток это действительно очень даже хорошо. Надеюсь, это видео не посмотрят Лана Йоши и Улимана, и мы решим, что все было и так супер. А вот тут интересно выпрыгнуть вообще теперь мне. Господи, ребят, кажется, я себя замуровала. Ммм... А что делать? А что делать? Так, давайте попробуем с шифтом. Угу. Не получается. Так, ладно, хорошо. Хорошо, берем, берем пружинку. Ну, уж так получилось, что действительно она нам нужна. Но, вы знаете, я, честно говоря, вот не для того, чтобы пройти весь тавер и там похвастаться, что все-таки научилась проходить без пружины. Кстати, кстати, я могу ее выкинуть. Пожалуйста, ребята, ловите там внизу. Мне кажется, там кто-то... Вы посмотрите, эта девочка просто упала за пружинкой специально. Вы знаете, мне напоминает это, как есть вещи, которые не очень дорогие, но когда они побывали в руках у многих или даже хотя бы у одной известной личности, то они становятся супер дорогими. И вот, мне кажется, эта девочка тоже вот прям так решила, что срочно нужно забрать именно мою пружинку. Хотя вряд ли тут кто-то еще ее скинет. А может, ей просто, ну, захотелось именно эту. Хотя, вы знаете, наверное, она даже и, ну, не осознавала, что это, ну, синькая пружинка. Потому что она у меня-то в другом скине, но выглядело это просто шикарно. А вот просто упасть специально ради вещи, которые я выкинула, ну, это забавно. О, ребят, как же повезло с этим уровнем. Вот просто не представляете. Я тут, наверное, не прошла бы сама. И вот благодаря только тому, что вот первый уровень очень хорошо подходит для пряток, то вот ради него я купила антисветяшку. И сейчас могу спокойно проходить дальше. Или не очень спокойно. Вы знаете, я, конечно, ну, не настолько схожу с ума или там еще что-то. Ну, вот просто по поводу того, что за мной кто-то следит или там наблюдает. Вот действительно сейчас я совершенно одна дома. То есть, ну, нет никого рядом. Пирожочек у себя, кстати, ну, живет она аж не со мной и не в комнате. То есть, тут нет никого, кто мог за мной следить. А камеры у меня тоже в комнате нет. Надеюсь на это хотя бы. То есть, кто-то просто... Даже не знаю. Может, даже это не кто-то... Как сказать? Не следит. Что-то очень сложно. Я, ребят, пока думала, запуталась. Ну, короче, я, кажется, просто уже сама себе придумываю. Уф, как больно-то. Аааа. Мхм. Ребята, купили прыжочки. Очень здорово, но только вряд ли оно мне это поможет. Так, ну что, мы потихонечку подбираемся к тому слополучному месту, откуда я упала. Честно говоря, не очень помню это место. Ребят, вы заметили, что тут не остается рисочки сейчас, где вы были в последний момент своей смерти. Смешно звучит, конечно, но... Ааа, вот, кажется, здесь и была. Да. Да, это этот уровень, 100%. Только вот реально странно, почему тут нет полосочки. Тихо. Тихо, не нервничаем. Ева за нами следят, так что мы не нервничаем. Короче, ребят, не знаю, как так получилось, но... Очень даже... А, кстати, да, вот очень прикольно вот так проходить эти уровни. Да, вот девчонка, которая идет впереди меня, она очень даже молодец, потому что... Хороший способ одобряю. Тоже так всегда сама делаю, когда не тороплюсь. Ну, знаете, чтобы точно наверняка пройти этот уровень. А вот интересно, светяшки, они прозрачные или нет? Ну, я это, конечно, проверять не буду и очень хочу дойти до верха тавера. Надеюсь, мне хватит силы и времени. Да, 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 это последний уровень. Ура! Ребята, мы смогли. У нас все получилось. Давайте в вечный огонь встанем. Это, знаете, как просто место, где ты можешь расслабиться, посидеть, погреться, отдохнуть. Понять, что ты молодец, ты прошел весь тавер и, ну, и всякое в этом роде. Короче, ребят, так я и не узнала, кто за мной следил все это время. Надеюсь, на самом деле никто. Если узнаю, обязательно вам об этом скажу. Ну, а вам такого же тоже не желаю, чтобы у вас было такое странное ощущение, что за вами следят. Ну, и на этом, наверное, все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на все наши каналы, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока!